Добрый день, меня зовут Амиро Этман, я президент клуба молодых бизнесменов. У нас в гостях всем известная Наталья Мораль. Наташа, привет. Привет. Наташа, смотри, у меня к тебе будут вопросы, которые помогут нам раскрыть твою сторону предпринимателя, бизнес в умах. И первый мой вопрос. Как ты считаешь, бренд Наталья Мораль – это положительный бренд в умах людей, которые вспоминают либо слышат твое имя, либо ты что-то еще не доделала, либо ты не достигла того момента, когда ты можешь сказать спокойно, что да, я это сделал. Уже достаточно. Ну, наверное, если бы я выращивала бренд Наталья Мораль как некий бренд какой-то фирмы или компания, я бы делала замеры, что там сделано положительного, что сделано отрицательно, что стоит подкорректировать. А учитывая то, что я просто человек, я живу, я профессионал, я пытаюсь сделать то, что мне нравится, иногда получается, иногда не получается, как и у всех, то я бы не стала говорить, насколько он корректен, насколько он положительный или отрицательный. Это я. То, как меня воспринимают люди, да, это часть меня, но, знаешь, как… Я всегда люблю здесь цитировать, как у Шанель. Мне все равно, что вы обо мне думаете, потому что я о вас вообще не думаю. То есть тот факт, что люди уже обсуждают бренд Наталья Мораль, это, наверное, уже хорошо, потому что даже антиреклама – это тоже реклама. Но я не парюсь над этим, честно. Я абсолютно не… Я не из тех людей, которые судорожно вбивают своими в гугле и смотрят, что там про меня написали. Я никогда этим не занималась. Мне, правда, все равно. Для меня важно мнение очень узкой группы людей, референтной группы для меня, и их мнение для меня имеет значение. А все остальное – это уже, знаешь, Бог рассудит. Скажи, многие тебя считают журналистом, ведущим, но мало кто знает, что ты предприниматель, бизнес-вумер. Вот ты можешь рассказать об этой своей стороне, когда ты стал предпринимателем, и считаешь ли ты себя успешным предпринимателем? Ой, в нашей стране очень сложно быть успешным предпринимателем, если твой бизнес так или иначе связан с внутренним рынком. Правда, сложно быть успешным. Но мы выживаем, и это важно. У меня два бизнеса. Один в медийной сфере – это моя продакшн-компания «Медиасапиенс», которая производит все программы, которые я веду, и не только, которые я веду. Можешь их назвать? Ну, «Митерпол», «Политика», «Кандидат», «Дом пришединте», «Прогнозы погоды», была программа «Лумя Санди», дебаты и тому подобное. Все это производим мы. Но, кроме этого, мы занимаемся разными социальными проектами, роликами с международными партнерами, донорами. Но я как бы не сильно афиширую это, потому что обычно заказчик не пишет в конце ролика, кто этот ролик выполнил. Это у меня одна линия бизнеса, более известная широкая аудитория. Вторая линия – это кафе «Попаганда», которую я открыла вместе со своим партнером Светлана Колесник. И вот недавно нам исполнилось ровно три года, в декабре, 7 декабря. Считали я себя успешным бизнесменом? Ну, знаешь, это как посмотреть? Для меня успех – это не обязательно загребать золотые горы. Для меня успех – иметь команду, которая не рассыпалась. Более того, я вижу, как люди ценят эту команду. И даже если им приходится из команды по каким-то причинам уходить, как правило, от отъезда страны, им очень жалко уходить. И это для меня показатель успеха. Потому что у нас в бизнесе самое главное – люди. С каждым годом становится все сложнее и сложнее находить хороших людей. В этом смысле, да, мы успешны. В плане прибыли, оборотов и так далее, ну, наверное, мне хотелось бы больше. Но я когда смотрю, там, в периметре нескольких кварталов, в кварталов сколько заведений за эти три года закрылись. Просто не пережили даже одного года. И когда я сравниваю с нами, мы не просто не закрылись, а мы живем и многих переживаем. Да, наверное, это успех. Ну, я просто, я, честно говоря, никогда не ориентируюсь на внешний мир, в вещах, которые делают. Я очень, я все время ориентируюсь на какое-то внутреннее состояние. Мне кажется, что у нас получилась хорошая вещь. Мне так кажется. Душевная. Это такой душевный бизнес. Отлично. На самом деле здесь атмосфера просто шикарная. Мы, кстати, находимся сейчас в пропаганде. Приходите, счастливо. Хорошо, скажи, пожалуйста, вот в какой момент ты для себя поняла, что тебе пора стать предпринимать? Ну, ты успешный журналист, ты достаточно хорошо и уверенно себя чувствуешь в этой постаси. А вот как предприниматель? Вот в какой момент ты для себя поняла? Вот сейчас я вот буду предпринимателем. Почему это произошло в твоей жизни? Ну, это произошло в результате пинка под зад, как обычно это происходит. Я потеряла место работы. Я ушла с одного телеканала. Я не знала, куда ухожу, но уходя с того телеканала, я не знаю, можем ли мы делать рекламу или нет. Мне сами предложили эту формулу. Предложили... Мне предложили формулу, что это вроде Познера на первом канале, когда человек, журналист не работает в штате канала, но приходит и делает свою авторскую программу. Ну, я не хотела ни при каких условиях оставаться на телеканале, но мне очень понравилась эта формула. Я вдруг подумала, почему бы не попытаться это сделать. И так появилась идея Media Sapiens, продакшн-компания. И, честно говоря, вначале было сложно, потому что по деньгам лично я очень сильно потеряла, потому что все эти деньги, которые раньше я зарабатывала как журналист Наталья Морари, я должна была уже распиливать между продюсером, бухгалтером, монтажником. То есть у меня уже были люди, которые у меня должны было платить зарплаты. У тебя обязанности появились. Безусловно, ты в последнюю очередь думаешь о себе. Важно каждый месяц заплатить людям зарплаты, поэтому сначала я очень сильно потеряла, но потом, знаешь, ничто так не дорога, как чувство свободы. Возможность зависит только от себя. Поэтому я не жалею. А пропаганда... Ну, пропаганду мы очень долго вынашивали. Мы много лет хотели с моей подругой Светланой запустить такой бизнес. Мы много лет рождали этот концепт и, честно говоря, мы долго запускались. Мы в феврале нашли это помещение и только в декабре смогли запуститься, потому что, как всегда, посреди дороги на середине пути закончились деньги. Полностью закончились. А дел нужно было сделать еще, как минимум, столько же. Но все равно получилось. Я не знаю. Вот насчет успешности не знаю. Знаешь, у меня... Я просто как-то недавно даже считала, у меня почти 30 человек работают в обоих бизнесах. Это рабочие места. Я получил людям зарплату, мы платим налоги. И, мне кажется, мы делаем красивый продукт. Неважно, это медийный продукт или это стейки с пастами. Мы делаем красивый продукт, на котором получается зарабатывать. Разве это не классно? Это очень классно. А что в твоем понимании тогда успеха? В какой момент ты для себя вот принял такой статус, что я вот успешный предприниматель и что для этого нужно сделать, чтобы почувствовать? Либо какие должны быть результаты? Ну, не знаю. Правда, мне кажется, предприниматель — это человек, в крови которого постоянно желание двигаться дальше. Ты никогда не будешь удовлетворен тем, что ты имеешь. Если ты достиг уже высот национального масштаба, ты захочешь выйти за национальные границы. И я, честно говоря, не уверена до конца, что я по своей натуре предприниматель. Не знаю. В принципе, у меня получается. Но я тебе честно скажу, что намного легче и морально, и психически работать на кого-то, получать крутую зарплату и вообще не париться. Заплатили налоги, не заплатили налоги. Арестовывают счета, не арестовывают счета. Расплатились поставщиками или не расплатились поставщиками. Но попробовав это, я не знаю, смогу ли я уже работать просто на зарплату. Наверное, нет. Все, ты знаешь, это как такой вирус. Насчет успеха. Наверное, успех – это тот вид бизнес, который тебе позволяет достойно жить, свободно дышать. Но это невозможно вытащить из контекста общего, в котором ты работаешь. А поскольку мы последние годы живем все менее и менее в свободной стране, то здесь невозможно быть успешным, жить кайфово, а при этом вокруг, извини, как бы… Ограничения. Да, ограничения. Поэтому для меня успех – это состояние гармонии в душе. Сейчас у меня не так много гармонии внутри, но это связано не с моим бизнесом, это связано с тем, что происходит вокруг. Скажи, пожалуйста, а вот насколько, допустим, легко либо сложно совмещать и специальность, ну, как ведущая, и как предприниматель, который создает? То есть тут, получается, ты как бы, ну, знаешь, как обычно говорят, либо ты специалист, либо ты предприниматель, а как бы совместить достаточно сложно. Лучше не хватая времени ни на того, ни на другое, и нет фокусировки. Ну, видишь, я вообще, как бы, я четыре года делаю медийный бизнес, и три года делаю пропаганду. И я не могу сказать, что это легко. Это, правда, занимает очень много времени. То есть я иногда ловлю себя на мысли, что, ну, если у людей рабочий день длится с 8 утра до 6 вечера, то он у меня длится, там, допустим, с 9 утра до 11 вечера. То есть это побольше, чем... И то после того, как я заканчиваю работу, это не значит, что я прекращаю работать. Просто, как бы, знаешь, работа наша не только в офисе. Это сложно, ну, ничего, возможно. Когда у тебя хорошая команда, ты это можешь делать. Главное, чтобы люди, которым ты можешь доверять. А у меня есть люди, которым я могу доверять, и которым я могу просто... Ну, их уполномочить делать то, что я сама не успеваю. Вот и все. Скажи, а вот какие качества тебе помогают быть постоянно в таком состоянии, полной энергии и уверенности в себе? А кто сказал, что у меня состояние полной энергии и уверенности в себе? Нет, я, как и все другие люди, сомневаюсь. Я очень часто сомневаюсь в том, что я делаю. Бывают моменты, когда мне кажется, что это просто полнейший фейл. Ну, ничего, я день плачу, два плачу, на третий беру себя в руки и иду дальше. Это нормально ошибаться. Это нормально иметь фейлы в жизни. Это нормально... Это естественно, когда у тебя что-то не получается. Я вообще не знаю людей успешных, у которых всегда все получалось. Я просто не знаю. Я знала и знаю богатых бизнесменов, поверь. То, чем владею я, это просто шить по сравнению с тем, чем владеют они. И я могу тебе сказать, что люди теряли очень много. Люди сегодня просыпались богатыми, завтра просыпались бедными. И, наверное, настоящий бизнесмен, тот человек, который, несмотря на страх снова все потерять, он продолжает снова пробовать. Что мне помогает? Не знаю. Наверное, вот это ощущение драйва. Адреналин и драйв – это два таких чувства, которые не позволяют мне остановиться. Я все время хочу, я хочу что-то новое пробовать, пробовать. Я всегда пробую. Сколько ты спишь? Я нормально сплю. 8 часов? Мне кажется, это все сказки. Это все сказки, специально нам их сбагривают, чтобы мы верили во всесилие человека. Нет людей, которые спят по два часа в день, но это невозможно. Либо ты должен быть на какой-то наркоте, извини за выражение, либо на каких-то таблетках. Я такого не употребляю. Я сплю. Мне нормально, вот 6-7 часов для меня идеально. Если больше, то уже все. Скажи, а вот ты как предприниматель, ты учишься на своих ошибках, либо ты все-таки обучаешься где-то, ты получаешь где-то знания, у тебя есть пример, наставник, может быть, ментор, учитель, я не знаю. У меня был очень серьезный ментор, его, к сожалению, уже нет в живых. Это очень крупный бизнесмен грузинский, российский грузинский Каха Биндукидзе, но он, к сожалению, ушел из жизни. Я, кстати, очень много бизнес-моделей с ним обсудила, прежде чем запустить пропаганду. Это была первая бизнес-модель, когда он мне сказал, ну, он экзамены меня всегда устраивал. И когда он понял, что я знаю стоимость квадратного метра плитки, стоимость конвектомата, стоимость подключения к электрике, он тогда сказал, что вот сейчас ты готова. Он был моим ментором. Мы со Светой ходили на курсы специальные. Уже после того, как запустили пропаганду, мы вдруг почувствовали, что хотим чего-то больше. Но, честно, нет лучше учителя, чем опыт. Опыт сквозь трение к звездам. Нужно ошибаться, ошибаться, ошибаться. Пока ты просто не съешь собаку на этом, ты не научишься. Это самый лучший опыт, самый лучший. Плюс я очень благодарна тем людям, которые вначале, когда мы запускались, они делились своим опытом. Это Настя и Саша Гуцу. Крем де ла крем. И деликатесу. Это Инна Виера Панипит. Это были те люди, которые были невероятны. Руслан Кожакар. Тукан. Были люди, которые были открыты. Я просто советовалась. Я просто встречалась и говорила, вот мы хотим запустить. Идея заключается в этом. Что делать? Наверное, если бы не эти люди, мы бы намного больше ошибок совершили. Мы и так совершили ошибки, но если бы не эти люди, мы бы еще больше совершили. Поэтому, мне кажется, это очень важно делиться опытом. Очень важно. Правильно я понимаю, что в состоянии, когда многие считают, что с конкурентами, с людьми, которые занимаются подобным, лучше не общаться. И очень держаться в секрете. Неправда. 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 У нас в стране многие, которые открыты. Я знаю конкретно людей. Я знаю людей. Я знаю людей из этой индустрии, которые нам просто помогали. Более того, ко мне обращались, в свете обращались. И мы помогали людям, которые запускали уже после нас заведения. Просто, когда проходишь через это и понимаешь, насколько это сложно, это невероятно сложно. Это просто, наверное, когда у тебя уже сеть из десятков заведений, сто первое открывать не так сложно. Это уже как есть семечки. Ну, в этот момент очень важно, чтобы нашел все. Хоть кто-то, кто тебя приободрит, кто скажет, да ладно фигня, послушай меня. Вот мы заплатили два раза больше, а потом уже после того, как запустили, узнали, что можно сделать так. Это важно. Вообще солидарности нам очень не хватает. Но у нас есть люди, которые готовы быть солидарны друг с другом. Ну, а ты как считаешь, вот конкуренция как таковая? Как к ней нужно относиться? Нужно бояться? Нужно все скрывать? Либо открыто, допустим. Для нас всегда, абсолютно всегда, конкуренция была таким толчком к росту. Я помню, когда пару раз открывали заведения здесь в округе, либо перезапускали старые заведения нашего формата. Мы с такой ревностью заходили к ним в Facebook, читали отчеты, разговаривали со знакомыми, спрашивали, а что там сделали лучше, что там… Это для тебя… Знаешь, ты в любой момент начинаешь… В какой-то момент всегда начинаешь расслабляться. И поэтому это очень важно, когда у конкурентов что-то происходит. Это тебе немножко так дает оплеух, вот так просыпайся, надо снова что-то делать. Я нормально отношусь к конкуренции. Это здоровая штука. Это… Это… Ну, тем более… Слушай, знаешь, бояться делиться чем? Ну, все же прекрасно знают, там, если ты не скажешь правду, соврешь, они же потом поймут, что ты соврала. А зачем? Поэтому я не вижу проблем в том, чтобы делиться своей кухней. Скажи, пожалуйста, а вот, допустим, по твоему мнению, три года назад, четыре года назад, когда вот у тебя возродилась идея, и ты уже думал о том, как ее реализовать. Вот, если вот с теми знаниями, которые у тебя есть сейчас, делали бы ты все по-другому? Мы бы точно сделали все как минимум в два раза дешевле. Как минимум в два раза дешевле. То есть все-таки опыт и знания… Конечно, конечно. Мы бы не покупали новое оборудование, мы бы не тратили деньги на определенные вещи, которые, ну, вообще, оказались не нужны. Люди в заведении ценят кухню и атмосферу. Ну, атмосфера – это обслуживание, в первую очередь, и публика, который приходит. И кухня – это кухня. Но, поверь мне, от того… Качество стейка не зависит от того, жаришь ты его, делаешь ты его в проектомате новом или годичной давности. А годичной давности стоит два раза дешевле и так далее. Но мы же хотели все новое, мы же запускаем новое заведение. Мы, кстати, после этого… Ну, никто об этом не знает, на чем ты готовишь. Да, никто, да. То есть мы бы сэкономили, безусловно, но мы бы точно запускались. То есть, наверное, какие-то вещи… Ну, сейчас просто не нужно сесть и подумать, что бы мы сделали не так. Вот первое, что попадается на ум – это мы бы сэкономили на оборудование. Второе, мы успели потратиться на новую мебель, которую мы занесли сюда, и мы вдруг поняли, что это вообще не соответствует нашему формату. Сразу же отбросили эту идею и пошли по барахолкам собирать старую мебель. И могли бы ведь не совершить этой ошибки. Но вот сейчас мы бы уже даже и не думали насчет новой мебели. Все бы использовали старую. Это, кстати, очень хороший способ сэкономить. Очень хороший способ – покупать все баушное. А ощущение того, что мука грустная? Уже есть кимчистка. Наоборот, круто. Ну, а когда ты заходишь, допустим, в Вене, в Риме или еще где-то в заведение, которому больше ста лет, и в нем вот этот потертый диван, вот он ровно такой, как 70 лет назад, когда на нем сидели нынешние бабушки и дедушки, это же круто, это история. У нас помещение очень старое, это памятник местного значения 1886 года. И мне кажется, прошли те времена, когда люди ведутся на внешний пафос. Я не знаю, по крайней мере, к нам в заведение не приходят люди, которые приходят за люстрами Сваровски и за золотыми гобеленами. Это не про нас. У нас просто, по-домашнему и никаких понтов. И мне кажется, что у нас публика, слава богу, начинает хоть немного в этом смысле воспитываться. Она ездит в Европу, и она видит, что там в Европе ты можешь сидеть в крутом заведении, на террасе будут пластиковые столы и стулья. И никто там не придумывает пальм и фонтанов, как это принято у нас. И мы пошли сразу же по этому принципу. Чем проще, тем лучше. Скажи, а вот как ты видишь через пару лет, как будет развиваться твой бизнес, какие будут изменения, и как ты вообще видишь перспективу, допустим, через пять лет? Слушай, хочешь смешать бога, расскажи ему о своих планах. Я не знаю. Пропаганда может быть пропагандой, их может быть уже несколько, она может быть уже не моей. Потому что бизнес такая вещь, ты запускаешь что-то, потом вполне можешь продать. Завтра если ко мне подойдут и предложат очень хорошую сумму, это не значит, что я откажусь, грубо говоря. Я не знаю, но точно будут еще бизнесы. И точно это будет бизнес, потому что, я опять же повторюсь, я не знаю, смогу ли я вернуться в условия, когда я буду работать на зарплату. Это сложно. Потому что это ведь важно иметь возможность выходить, приходить на работу тогда, когда хочешь ты. Это не значит, что ты приходишь в три часа дня. Чаще всего ты приходишь намного раньше, чем если бы ты приходил на место работы, где ты получаешь зарплату. Но вообще вот ощущение свободы, ощущение того, что ты это делаешь, потому что ты это хочешь делать, а не потому что кто-то от тебя это требует, это круто, это многого стоит. Скажи, пожалуйста, вот ты как считаешь, в нашей стране легко делать бизнес, либо намного сложнее, чем в Европе, в Америке? Я уверена, что намного сложнее. Мне очень много, очень много, очень много знакомых, которые пожили за границей, и у них был бизнес и здесь, они его уже спустили за границы. Многие знакомые говорят, слушай, была бы у тебя пропаганда где-нибудь в туристическом городе, ты была бы уже миллионером. Совершенно точно, потому что мы уже сегодня на третьем или на четвертом месте по TripAdvisor, это в городе не очень туристическом, но при этом у нас очень много иностранцев среди публики, а они самые платежеспособные. А представь себе, будет и центр Рима, да даже Бухареста, это совершенно другие масштабы, там люди тратят деньги, люди стали намного меньше тусоваться, или даже если тусуются, они уже экономят. Если раньше счет шел на несколько бутылок вина за ветер, теперь это уже пара бокалов, не больше, и это сказывается. То есть я думаю, что совершенно точно там легче. Легче с точки зрения отдачи, во-первых. Во-вторых, элементарно. У меня на этапе запуска, когда нам просто съели, просто выли мозг с анепидией во всех всевозможных структурах, ну как, не потому что люди специально хотели нам создать проблем, просто таковы правила. Ты, чтобы запустил заведение полного цикла, где делаешь десерты, рыбу и мясо, у тебя должно быть 29 моек по всем правилам. 29 моек, это означает, что я должна вот все это помещение наполнить мойками, а людей держать в подвале, где у меня кухня. Вот просто вот, чтобы было по правилам. А при этом я ездила по заграницу, я специально фотографировала кухню, кухня, где у тебя находится, вот вход в кухню прямо около туалета, вот прямо около туалета, кухня у тебя 2 на 2 метра, 2 на 2 метра, там же мойка, там же кухня, там же цех по производству рыбы, мяса, десертов и вообще люди не парятся. При этом заведение, ну, конечно, не одна звездная Мишлена, но оно очень круто стоит в рейтинге. Ты фотографируешь, покажешь нашим, у нас в этом смысле савдев полные, полные. То есть они придумали всевозможные оградительные сооружения, через которые бизнесмен, если он хочет выжить, ему просто никак через них не пробиться, поэтому они просто платят бабки, чтобы эти правила обходить. Конечно, там легче, конечно, там легче, потому что это твой риск. Это твой риск кормить людей качественной, свежей едой или некачественной, несвежей едой. Потому что если у тебя когда-нибудь кто-нибудь отравится, к тебе больше не просто не будут ходить, либо тебя посадят на всю жизнь. А у нас тут, как бы, смотришь по правилам, все соблюдают правила, а как ешь, то ты мне, извини, есть невозможно. Да, там было бы легче, намного легче. С точки зрения бюрократии, как минимум. Платишь налоги, спишь спокойно. А у нас тут ты платишь налоги, все равно не спишь спокойно. Скажи, а вот от чего ты вдохновляешься? Может, есть какие-то книги, которые ты вот любишься, вот прям порекомендовал? Я не читаю бизнес-литературу. Мне очень нравится в книге другого формата по экономике, экономике развития, политическая литература. Я это читаю. Там, как правило, про бизнес-модели ты не выучиваешь. Что тебя вдохновляет? Где ты берешь идеи? Где ты, я не знаю, появляется образ того, что ты должна сделать завтра и как это сделать правильно? Откуда ты берешь эту информацию? Ну, во-первых, ты же путешествуешь, ездишь, смотришь, видишь. Смотришь, как делают это другие. Просто понимаешь, как бы сделала ты, как бы ты улучшила, и все. Это, понимаешь, такой опыт наблюдателя. Просто наблюдаешь и где-то складываешь коробочку. Допустим, заведение пропаганды, этот формат я... Мы его переняли сразу у нескольких московских кафе. Я же там училась и работала. Я помню сразу несколько заведений, в которых очень много собиралось такой творческой интеллигенции, скажем так, по вечерам. Это Жан-Жак кафе, Джон Пин, Маяк. И мне казалось, это круто. Слушай, вечером, каждый вечер тусуешься с друзьями, а при этом зарабатываешь деньги. Вот. И такой же формат мы решили реализовать здесь. Действительно, тусуешься с друзьями. Правда, сейчас уже меньше друзей и больше иностранцев, потому что друзья экономят, либо друзья уехали из страны. Но это круто. Ну, мы, правда, сразу же завели за правило, что заведение платят все, даже самые близкие друзья. То есть не было... Вот просто не было никогда такого, чтобы гуляли за наш счет. Этого просто не было. Люди не верили поначалу. Вот прям бизнес закончился. Да. Люди не верили. Некоторые реагировали странно. Как же так? Вроде ты хозяйка. Ну и что, если я хозяйка? Я хозяйка, да, вы платите. Ну, то есть... А как по-другому? Людям надо платить зарплату, аренду надо платить. Тем более, друзья должны поддерживать. Да, закупки надо делать. Не, ну понятно, что друзьями дала скидки, но при этом максимум 10%. Все. Как бы это максимум, что мы даем. Больше нет. Все. Вот. Скажи, вот, в завершение нашего разговора. Ты можешь дать какой-то посыл тем людям, которые нас смотрят, которые пытаются для себя принять какую-то информацию полезную. Вот как ты считаешь, что нужно сделать человеку, который задумывается о том, чтобы открыть свой бизнес, задумывается сделать какие-то кардинальные изменения в своей жизни, что помогает тебе и что, возможно, поможет другим сделать этот тяжелый шаг перемен и добавить уверенность в себе. Вот, может, вот, знаешь, вот, может быть, даже пять принципов, вот, катали-морали. Ой. Либо каких-то десять фишек, которые стоят прислушиваться. Это звучит очень громко. Ну, вот, как-то, вот, знаете, какие-то рекомендации. Ну, во-первых, понять, что страшно будет всегда. Страшно всегда. Вот поверь. Я сделала, там, за свою жизнь полторы тысячи эфиров прямых, и все равно перед прямым эфиром страшно. И я думаю, что будет страшно и перед десяти-двадцатитысячным эфиром. То же самое в бизнесе. Будет страшно. То есть, ну, невозможно купить гарантию от неудач, гарантию от неуспехов, гарантию от того, что все получится. Это невозможно. Поэтому плешь на свой страх, боишься и делаешь. То есть, можно бояться и не делать, а вот я считаю, что нужно бояться и делать. Ну, слушай, лучше сделать и потом сожалеть, чем не делать и всю жизнь кусать себя за локти. Второе – это сразу первое же, и второе, и третье – это искать людей правильных. Людей, которые будут верить твою идею и людей, которым ты можешь доверять. Сейчас каждым годом становится сложнее и сложнее. У нас люди уезжают, хорошие, качественные люди уезжают. Я это чувствую даже по персоналу. У меня за последний год уехало сразу два официанта очень хороших, которые говорили на иностранных языках, хорошо себе подавали, качественно работали. Сейчас скоро уезжает еще один, тоже отличный парень. Ну, ты же не можешь держать людей. Они уезжают из страны, потому что, опять же, я тебе сказала, невозможно вырвать свой бизнес из контекста. Ты живешь в этом контексте, и даже если ты здесь создала оазис классной, комфортной жизни, ты выходишь за пределы пропаганды, и у тебя ужасные дороги, пробки и некачественное медицинское обслуживание. И я не могу людей держать, говорить, нет, оставайся, не уезжай из страны. Поэтому второе – это люди. Первое – это бояться и делать, несмотря на страх. Второе – это люди. Третье – это поменьше слушать людей. Потому что у нас вообще так устроено общество, у нас люди не любят успешно. У нас к успеху относятся, во-первых, к завистью, во-вторых, лишний раз сделать все, чтобы у тебя не получилось. Поэтому я отметила отдельно, что в этой сфере я нашла людей, которые не просто не побоялись поделиться со мной, но они нам помогали, они помогали нам. Ну, такие люди уже современного образца, которые избавились от этих наших молдавских характеристик. Поэтому не слушать людей. Вот если ты веришь в свое дело, вот если ты веришь – делай. Вот просто делай. Представляй, визуализируй, делай, не слушай, потому что те советчики… Нам все говорили, да вы что? Я помню, мы делали ремонт, мы уже перешли к фасаду. Ну, разве что не каждый второй подходил к нам и говорил, ребят, да вы что? Вы запускайтесь на самой мертвых улице в городе. Даже если это центр, да вы что? Вот весь центр умирает там, на улице Мукурешт, а дальше уже никто не… Да вы что? Какое заведение? Да вы закройтесь через полгода. Каждый второй нам это говорил. И честно говоря, где-то… Я уже не помню, какой это был месяц, это было лето, мы со света стали задумываться, слушай, а вдруг действительно люди не будут ходить? А сейчас, когда летом ты приезжаешь сюда, паркуешься вечером, и ты понимаешь, что нет ни одного свободного стола на террасе, и при этом сидят люди и внутри, я просто понимаю, что было бы, если мы послушали тех советчиков, которые нам говорили, ой, ребят, да вы что? Ребят, да ни за что. Просто не слушай. Вот веришь – делай. И… Наверное, этого хватило бы достаточно. Главное еще, знаешь, как бы, вот это еще тоже очень важно, не терять надежду, что в Молдове что-то может получиться. Потому что я… Меня пугает вот эта всеобщая какая-то депрессуха, которую охватило абсолютно всех, даже вполне себе успешных молодых людей, которые думают только об одном, как бы свалить из страны. А когда самые успешные, самые активные, самые успешные уезжают, ты просто начинаешь думать, ага, а как я буду планировать свой бизнес, потому что для того, чтобы мой бизнес развивался, здесь, там, через пять лет должны быть там… Я, грубо говоря, воспитываю целевую, главную, целевую аудиторию заведения, лояльную публику, которая ко мне ходит, а если через пять лет их просто не будет в стране, то кого я буду? Студентов, что ли, воспитывать? Вот это сложно, поэтому надо верить. Надо верить и пытаться пробиваться в мире этого сломанного бизнеса. Друзья, у нас в гостях была Наталья Мораль. От меня могут добавить, не бойтесь, действуйте, поверьте, все зависит только от вас. Спасибо, было очень круто. Спасибо. 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 Спасибо.